Приветствую вас. Экономические новости. Обзор экономических новостей за 4 декабря 2017 года. Я хочу вам напомнить, Новый год будет скоро. Но мы поговорим все-таки про экономику. Итак, первая новость. Сегодня вообще получилось много всяких экономических новостей таких. Значит, Петр Порошенко предложил по выезд на 900 грн уровень минимальной заработной платы в 2018 году. То есть из 3200 до 1100. Но выборы, выборы, выборы. Однозначно, что он просто пиарится. Самое интересное, что действительно немножко ставит под удар Гройсмана. Но уже сегодня, сегодня вице-премьер. Павел Розен сказал, что все хорошо, мы повысимся, замечательно. Ну что вам скажу? В принципе, это сделать можно. Да, чисто за счет непосредственно эмиссии. Но это можно, можно. Понятное дело, что инфляция будет довольно большая. Но интересный факт. В этом году реальная заработная плата в Украине выросла почти на 20%. Да-да-да, официально сказать, 19,9%. А в России, если вы знаете реальная заработная плата выросла вся на вся, на 2,6%. Знаю наши. Так что, как видите, вот это, вот это да, фишечка, фишечка. Так что, повышаем, повышаем, повышаем. Еще. Порошенко призвал Раду продлить мораторий на проверки бизнеса до 2018 года. Ну, эти моратории можно продлить. Он сам, ну, не работает. То есть, при желании можно на любой бизнес наехать. Но, пиар красиво. Я говорю, вот предвыборная риторика уже чувствуется. Чего остается. Ну, что скажу? Петр Алексеевич, вперед. Толпа любит шоу, и шоу надо обеспечить. Так что, здесь ай-лю-лю. Что будет с долларом? Нацбанк спрогнозирует ситуацию на валютном рынке. И опять мой любимый Богдан Данилишин. Глава совета Нацбанка, ну, спрогнозирует, сказал, что на конец года курс доллара будет 27,2 ривны за доллар. Как заложено целевые показатели НБУ? Богдан, я, конечно, понимаю, но нету такого показателя, целевых показателей. Мало того, курс 27,2 это не на конец года. Это когда рассчитывают бюджет на 2017 средний курс за год. Средний. А средний уже за год 27,2 никак не получится. Даже никак. Но, единственное, могу сказать, а дальше я полно согласен. Да, на сегодняшний момент, вот, сегодня курс там поднялся. Все. У нас банк вышел, молодец. Сделал интервенцию. 30 миллионов продал, чем похоже. И курс успокоился. Я, понимаете, почему больше смотрю? По валютным барыгам. Валютные барыги к вечеру сприджали и скупку снизили. Завтра будет революация. Не, не сильно. Но, в принципе, я говорю, что да, на сегодняшний момент, ну, замечательная ситуация с курсом. Понимаете, вот эти колебания 20-30 копеек. Эх, при 27-26 это. Вот, вот, что я всегда говорил. Нужно колебания курса. Ну, чуть-чуть. Это замечательно. Так что, ну, можно похвалить НБУ. Ну, просто замечательная ситуация с курсом. При таком. Вот, если бы еще на следующий год вот такое колебание. Супер. Просто супер. В 2018 году растаможка автоизъезд подешевеет названный тариф. Ну, перечислять не буду. Тут все. Снижается, 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 снижается. То есть, все, кто хочет машины, еще пождали. Покупайте, покупайте, покупайте. Единственное, что хочу вам сказать, ребятушечки. Там скоро введут новый налог, называется, на утилизацию. Это к этому не относится. Это утилизация. То есть, то утилизация, а это растаможка. Две большие разницы. Введут экологический налог. Тоже очень большой. Но это потом. Тут, понимаете, соглашение про ассоциацию. Там же есть же вещи, где что-то уменьшает, что-то увеличивает. Только не ругайтесь сильно, прошу вас, не ругайтесь. Ну, в Европе машина дешевая, там дорого ее содержать. И вот нам, соглашение про ассоциацию, такой же метод предлагает. То есть, купить будет относительно дешево, содержать будет очень дорого. Тем более, чем старее автомобиль, тем больше надо будет за него платить. Вот этот евроблях, и в чем трюк? Получается, что его бросить нельзя, его наутилизировать, надо платить. И каждый год все больше и больше. Сейчас мы в этом процессе движемся. Да, действительно, нам дали 7 лет для того, чтобы мы привели в соответствие наше законодательство по автомобилям с европейским. Счет начали с 2016 года, если кто не знает. PayPal начал блокировать пользователи криптовалюты. Вот так вот знай наших. Ну, ребята, смотрите, я вам еще раз говорю, что, вы сами видите, биткоин разваливается в щен. По этой причине, вы обратили внимание, очень много пиара, пиара, пиара. Причем ребята выкупают целые полосы, переключают факты, платят, платят. Смотрите, биткоин сам по себе это просто обычная финансовая пирамида. Но, понятное дело, что вот такие платежные системы, как PayPal, конечно, будут это потихоньку сворачивать. Плюс, я так понимаю, скоро и в Европе, и в США операции из криптовалюты будут приравнены к мошенничеству. Так что мода пройдет. По этой причине, почему так много пиара у нас? Ну, у нас же какие-то жлухи покупали что-нибудь это все. Пока еще перейдут. Хотя, вы обратили внимание, появилось очень много новых там всяких, кроме биткоина. То есть жулики на месте не стоят. Нет, они мне чертовски нравятся. Суд навязал Национальный банк и вернул лицензию банку премиум. Есть такой, точнее, был в Украине такой банк, и там собственник банка такой интересный человек. Не буду рассказывать, откуда я его знаю. Но, в принципе, скажу так, это не первое решение суда. Сразу говорю, есть довольно много решений судов, где признано решение НБУ про ликвидацию банка незаконным. Но тогда была Гонтарева. А сейчас посмотрим, что произойдет. Потому что по закону НБУ должен выполнить решение суда и вернуть, ну то есть лицензию банку премию. Если он это сделает, ну это тогда действительно откроет такое направление, как возрождение незаконно скрытых банков. Дельту, к сожалению, не вернут. Там другое. А вот такие небольшие банки могут быть. Потому что там Гонтарева так увлеклась, что она направо на лево. Ну скажем так, она хорошо знала этот банк, очень хорошо знала собственника, очень хорошо с ним сотрудничала. Я так понимаю, когда его закрывала, это был исключительно субъективный фактор. Ну, женщина, сами понимаете, бывает. Очень интересная новость. Знаете, смотрите. Вот сегодня, оказывается, в Украине есть такой законопроект 7206. Ну, его называют «купы украинские». Сейчас объясню. Логика заключается в следующем. Чтобы, вот если гостендер, то приоритетно выигрывали товары, произведенные в Украине. И вот наш замминистра экономики такой есть. Тоже с бородой. Ну, ворует мою идею. Это я могу с бородой ходить. Ну, шо мне, ну, безобраз. Максим, а Максим с бородой ходит? Ну, Максим, ну, при твоем-то должности с бородой как-то не идет. Ну, ладно, лирика в сторону. И вот Максим Нефедов сказал, что он выступает против этого закона. В тот же самый момент, сегодня была какая-то конференция, там встречались бизнесмены, которые говорили, за этот закон призвал депутатов как можно быстрее проголосовать. Ну, что рассказал Максим? В чем опасность? Ну, я с ним согласен. Хотя я с ними ругаюсь все время от времени, но тут полностью согласен. Вот смотрите, ругается так, что да, действительно, вроде бы красиво звучит, что надо, чтоб на гостендерах были украинские товары. Но, надо доказать. Понимаете, в чем трюк? Вот, для того, чтоб ваш товар получил приоритетное право, вам надо собрать 23 справки, подтверждать, что это украинский товар. Ну, вы сами понимаете, что найдутся углики, которые соберут 43 справки. Но этот товар будет настолько паленый, настолько китайский, что он будет зашкаливать. И естественно, что он получит приоритетное, и естественно, что он будет выиграть во всех тендерах. Понятно, что откаты будут зашкаливать. Так что тут я с ним согласен. Вообще, честно говоря, вот это наше извращение всего, украинское право, это, конечно, зашкаливает. Причем я понимаю, почему ассоциация бизнесменов говорит немедленно принять закон. То есть люди все щелкают зубами и кошельками, ну, сколько же можно заработать. Вот понимаете, что получается. Закон вроде много принимаем, но каждый закон как-то имеет свою чертовинку. Все говорят, ох, сейчас я немножко с комом наворую, а потом примем правильный закон. Так что, говорит, мы сейчас этот закон купуем украинский. Ну, здесь вообще сказали, что может на несколько миллиардов увеличиться его закупки, потому что надо будет, ну, покупать всяких ламп, которые будут называться украинские. Хотя, в действительности, скорее всего, будет подделка. Есть тут такая девочка, не буду называть ей фамилию, которая, ну, она называла себя экономический журналист. Я ее, честно говоря, плохо знаю. Не, я встречал ее, там, ну, назвать ее экономическим числом. Экономика Украины в 2013 году была обречена даже без Евромайдана и войны. Это неправда. Если бы не было Евромайдана, конечно, такого бы кризиса не было. Еще раз говорю, никто не говорит, что в 2014 году экономика Украины была на подъеме. Нет. Никогда. И я тогда писал сейчас, нет. Она была в таком, скажем, вяло текущем росте. Вяло текущем. Но не было кризиса. Кризиса не было. Евромайдан убил экономику. Почему убил? Ну, во-первых, паника. Это раз. И то, что валюту начали люди взимать, это вот провокация Майдана. Плюс. Передел собственности. Это однозначно. Ну, война это само собой разумеется. Потери территории Украины. Но самое главное, что это именно передел собственности, потери рынков. То есть, если бы не было Евромайдана, Крым был бы в составе Украины. Войны не было. Сейчас бы курс, опять же, был на уровне 9 гривен. Ругались. Было много, почему не 8. Зарплата, я думаю, была бы уже где-то действительно, ну, тысячи евро не было. Не было. Ну, 600, наверное, была бы. Все ясно. Так что вот такая была бы ситуация. И тоже рост экономики был где-то 2-2,5 процента. Или что-то в этом духе. То есть, я говорю, что в принципе чуда, конечно, бы не было. Но не было бы провала. Еще такая новость. Кабмин запланировал сокращение госдолга до 58 процентов ВВП. Ну, тут написано, что 66, 62, 58. Но это в 2019 году. Знаете, смотрите. Сейчас госдолг Украины к ВВП 82 процента. Сделать 58, ну, практически невозможно. Нет. Смотрите, в чем трюк. Теоретически можно сделать, если ВВП раздуть. Раздуть ВВП можно за счет очень большой девальвации. Но не сработает. Сейчас объясню. У нас очень большая доля госдолга – это валюта. У нас, ну, госдолг есть внутренний, внешний. Внешний – это 42 миллиарда долларов. Это внешний госдолг. То есть, если вы будете раздувать валютой, номинальный ВВП вырастет. Ну, если долг вырастет и опять проценты не потянет. Я так понимаю, что к уровню 66 процентов, 58 мы не вернемся. В ближайшие 10 лет однозначно. Сейчас стоит цель хотя бы до 80 процентов ВВП. Но проект, идея, может быть любая. Я согласен. А теперь уже к росту ВВП. Ну, это Министерство экономики России, потом года. Ожидает рост ВВП России 2 процента. Наши ребята знают. А Министерство экономики Украины ожидает рост ВВП Украины на уровне 2,2 процента. Мы обставили. Наш прогноз круче. Ну, понимаете, я понимаю, что и там, и там, конечно, будет максимально рисовать. Очень рисовать. Я вам много раз рассказывал, как рисует реальный рост ВВП. ВВП считается в текущих ценах. Вот цены ростут, ВВП растет. У нас действительно в этом году номинально ВВП растет просто ускоренным темпом. Это логично. Цены же ростут. А потом, чтобы убрать рост цен, используется дефлятор. И вот с дефлятором можно похудожничать. Дефлятор считается на базе розничных цен, на базе оптовых цен, на базе тарифов строительства монтажных работ, на базе тарифов транспортных условий. То есть, другими словами, дефлятор должен быть очень честный, подсчитанный показатель. Очень честный. Но всегда можно немножко подрисовать. И если его чуть-чуть подрисует, то у вас сразу раз и рост ВВП. Вы поняли трюк? То есть, надо просто дефлятор занизить. Вот смотрите, в Украине рост оптовых цен за 10 месяцев составил 30%. 30%. А при расчете инфлятора можно сказать, что этот показатель не совсем точный, а аномальный. И взять за базу не рост оптовых цен, а рост розничных цен. А розничные цены 15%. Поняли трюк? Ну, я так понимаю, в России то же самое. Так что, ну я так понимаю, вот эти все заявления, это как бы намек с госстату. Вы, ребята, там смотрите, рисуете правильно. Раз должен быть, то нарисуете. Ну, есть такое наше одно издание, написало, Россия пошла с протянутой рукой Китай. Ну, и дальше в таком духе, что Россия хочет взять в долг Bank of China и ICBC кредит на 6 миллиардов юаней. Это ужас, ужас, ужас. Но я думаю, это не совсем кредит, скорее всего, это валютный своп. То есть, обменяться. Ну, Россия и до этого заключала валютный своп из Китая. Я думаю, это в этом духе. Для чего нужен валютный своп? Скорее всего, растет торговля и растет использование юан в расчетах. У нас тоже есть валютный своп юаня гривна. Есть. Он еще в 2012 году заключили, сейчас потихоньку сидят, молчат. Почему молчат? Ну, мы продали юаня. А китайцы намекают, вообще-то, постойте, ну, мы когда своп делали, своп на гривну, мы предполагали, что это юаня будет использоваться при расчетах за покупку китайских товаров. Нет у нас юаней. Так что мы потихоньку сейчас сидим, молчим. А вот русские, это, северные соседи пошли к восточному соседу. Ну, какие они хорошие. Ну, пускай берут. Потом отдавать юаню будет, учтите. Польша проявляет ангельское терпение к Украине. Вот это уже не экономистская новость. Ну, это министр иностранных, так, министр иностранных дел Польши Ритольд Ващуковский заявил, ну, вот это вот. Ну, я понимаю, он пиарится. Ну, честно говоря, я время от времени, да и комментария речи пасхалита, заодно читаю, что они пишут. Он пиарится, сильно пиарится. У него, понимаете, он сел на такой конечек антиукраинская риторика. Причем, наши перекручивает, но он тоже. Ну, два сапога пара, Бог. Тем более, цепляется таких глупостей. Там кто-то обмазал памятник. Да, ребята, ну, по пьяни могли обмазать памятник. Начинается. Так что я так понимаю, что сейчас, ну, польские политики нашли шикарные себе условия для пиара. Украинские тоже. Просто обалдеть. Просто обалдеть. Так что тут не соскучишься, конечно, с нашими польскими политиками. Есть такой Максим Костецкий. Самый теж, если где-то пересекался. Ну, лицо знакомое, чертовски. Есть, может пристановить безвиза вражин с Украины. Ну, дальше он пишет, что мы там выполняли кучу требований, связанных с борьбой с коррупцией. Максим, нет. Понимаете? То, что мы не боремся с коррупцией, в Европе глубоко наплевать. Три раза наплевать. Четыре наплевать. Тут другое. Дешевая рабочая сила. Вообще, конечно, часто это поражает. Вот смотрите. Безвизовый режим, согласно всей информации, которая написана на сайте Евросоюза, на всех мыслимых и немыслимых. Его главная цель – это увеличение туристического потока украинцев в Европу. И логика безвизового режима предполагала, что украинцы будут ездить в Европу, отдыхать, общаться, заводить связи, знакомиться, чтобы они больше познакомились с Европой. Вот это. Но сейчас даже никто не вспоминает то, что безвизовый режим для туризма – все это рабочая сила, рабочая сила, рабочая сила, еще раз рабочая сила. Да, хотя еще раз повторяю, безвизовый режим запрещает работать легально в Евросоюзе. Но опять же вы скажете, да, там же, да. Так что, думаю, безвизовый режим, понимаете, он уже извратился с такой степенью, что если бы это действительно туризм, может запретили. Но он превратился в экспорт рабочей силы. Тут три фактора действуют. Коррупция здесь никакого значения не имеет. А теперь новость. Россия и Беларусь все чаще рассчитывается в рублях. Вот так вот. Там была новость в Юане, а это Россия и Беларусь. Ну да, действительно, когда я тоже табличку показывал, действительно, Беларусь очень часто и покупает, и продает, в расчетах использует рубли. Это факт. И будет использовать. Я не удивлюсь, если на каком-то этапе, ну, вообще, экспорт даже Беларуси и импорт, ну, со странами СНГ, будет происходить на сто процентов рублях. С Европой, конечно, не сработает, может, но СНГ-то однозначно. Я не удивлюсь, что сейчас Беларусь даже Украине будет навязывать условия, что если я вам продаю, расплачивайте рублями. Полне возможно. Ну, просто Беларусь действительно очень интегрирована, ей как бы уже рубль срослась. Так что будем покупать белорусский бензин за русские рубли. Не патриотично. На бензин сейчас возьмешь ножом. Казахстан перейдет с пшеницы на подсолнечник. Молодец. Вот видите, теперь ее уже Назарбай у меня слушается. Нет, здесь без шутки все очень просто. Конкурировать на рынке пшеницы Казахстану все труднее и труднее. Не спорю. Между прочим, немаловажная Россия тут влияет. А спрос на подсолнечное масло довольно, скажем, стабильный. И, в принципе, ну и плюс климатическое условие Казахстане подходит. Так что здесь вполне логично. Само продажа подсолнечного масла, во-первых, обращаю ваше внимание, что подсолнечное масло это уже готовый продукт. Это считается уже пищевая промышленность. Это идет до промышленности. Потому что продажа пшеницы это сырье. Это относится к сельскому хозяйству. Так что, в принципе, если сейчас Казахстан это сделает, то доля экспорта промышленной продукции увеличится. Еще новость из Казахстана. Он не мог не заметить. Казахстан может начать выпуск исламской ценной бумаги. Ну, новость чисто рекламная. Мисс Финансов, Бахыр, Султана на заседании и так дальше, так дальше, так дальше. Ну, что скажу. Дай Бог, попробуйте. Сложно, ребята, очень сложно. Это я говорю Бахыту. Понимаете, там проблема даже не в документах. То, что вы прочитали, то, что вы посмотрели. Понимаете, какая ситуация? Вам тогда надо будет как бы, ну, не знаю, сдружиться с арабскими странами. А это я не знаю, сможете ли верно пойти. Понимаете, там вот эта как бы система исламских ценных бумаг, она очень сильно строится на личностных отношениях. Очень сильно. Там очень сильно зависит от личных отношений и с этими эмирами, халифом и так дальше. Если не будет личных отношений, ну, скажем так, выпустить можно, регистрацию пройти можно, их никто не купит. Так что здесь я не знаю. Но, действительно, можно очень дешево брать. Ну, в чем трюк? Он считается беспроцентным. Вы платите вознаграждение. Хитрецы. Ай, хитрецы. И последняя новость по традиции с Википедии. Так, что мы имеем? А мы имеем 4 декабря. Тысячу. Боже, какого, какого ты? Боже. Так, 1976 года. Помните такой год? О! В Центральной Африканской Республике был венчан на царство президент Бакаса. Помню, помню, помню. Я сначала помню, как он действовал в Советский Союз. Он же там был у нас и коммунист. Какое у него было? Движение за социальную революцию в Черной Африке. Ой, ой, ой. Фалили! На чем свет стоит. Фалили, фалили, фалили. Но, потом он решил вспомнить, что он хочет быть императором. Он и прогласил себя императором. Вы знаете, потом ее скинули и так дальше. Обвинили во всех грехах. Мыслимых, немыслимых. Но такое было. Так что вот такая вот ситуация. Бывает, бывает. Великий император. Тем более, действительно, образовалась империя. Так что все в истории, оказывается, может повториться. Вот интересно. Первый вопрос. А что, если Российская империя возродит? Подумайте, а? Венчание на царство. Причем на Красной площади. Или другое. В Украине вернуть великое гетминство. Но в Киеве нельзя. Вы знаете, гетминство всегда, как бы, произносили на царство. Это Батурин или Чигирин. Тогда столицу придется принести. Или Чигирин или Батурин. Это районы-центры. Один в Сумской области, другий в Черкассе. Вот такие новости. Благодарю за внимание.